всем привет эта программа под парашютом в нашей программе мы буквально находимся под защитой как под парашютом знаний наших гостей гостей экспертного уровня это ученые специалисты практики казанского федерального университета сегодня мы говорим о том что мальчики в опасности так называется наша программа кто им угрожает почему им угрожает что это такое сегодня расскажут наши гости по левой руку от меня кандидат психологических наук доцент заведующей кафедры педагогической психологии института психологии и образования ирина игоревна ушпаева по правую руку от меня кандидат педагогических наук доцент заместитель института психологии и образования шамиль фатович шимарданов здравствуйте уважаемые гости и так название сегодняшней передачи мальчики в опасности звучит для меня по крайней мере интригующе и настораживающе одновременно о чем речь идет о какой опасности ну давайте я начну если позволите мальчики действительно находится в опасности сформулировали так предложили назвать наш сегодняшнюю передачу наш сегодняшнюю тему потому что давайте поразмыслим вот если представить наши школьные годы у кого-то может дети учатся сейчас в школе кто-то в младший класс кто-то в среднем звене кто-то в старших классов и возникает такое наблюдение у родителей у учителей у самих детей особенно у девочек что мальчики обычно чаще всего так получается что мальчики чаще всего отстают учебе по академическим вопросам у них хуже дисциплина хуже у них с поведением они все время на виду и они обычно скажем так сводках у заместителей директоров по воспитательной работе у социальных педагогов и у психологов школьных и всех и у вахтерш и уборщиц даже в коридоре в основном нарушители спокойствия то мальчики и почему так происходит и как им помочь наверное так быть не должно наверное мальчики тоже имеет право на нормальное сосуществование социуме наверное они тоже имеют право для того чтобы хорошо развиваться и становиться личностью список можно продолжать я думаю образ такого мальчика сорви головы вы себе представили ну да такой том сомер до вечный либо или или как пит питер пэн да в принципе вот для меня как человека который прошел сам сначала среднюю школу до потом вырастил сына в этом ну как бы привычно не находится какой-то остроты чтобы вот прям я ощущала что это имеет отношение к опасности но вы ведь используете именно термин опасность что я не видела но вернее были конечно случаи когда мальчики допустим не все адаптировались кто-то там ломался кого-то учителя не самые скажем так хорошие ломали по маму не помогали детям но как бы кто-то все равно вырастал то есть получается что в этом заложено что-то прямо очень острое да вот в этом неправильности какой-то действительно мы возможно привыкли к этим положение к этому положению вещей до школе в обществе много фильмов про это фольклоры рассказов и много всего приятного до воспоминаний со школьного возраста но мы педагоги и мы стремимся все-таки создать максимально благоприятную среду развития образовательную среду для всех детей и для девочек и для мальчиков и почему бы не задуматься максимально еще постараться развить такую среду так образовательную чтобы было максимально комфортно всем всем участникам образовательного процесса и может быть стоит задуматься повернуться в сторону мальчиков может быть если они будут успешными в таких В таких предметах, например, школьных, как литература, иностранные языки, музыка, русский язык, наверное, хуже никому от этого не станет, если мальчики решат свои проблемы с поведением, если они будут вырастать надежной опорой для своих спутниц жизни. И чтобы они были действительно эталоном мужественности, мудрости житейской. Часто мы наблюдаем, к сожалению, обратную картину, когда командует и в семье, и в обществе зачастую женщины. И что-то нам подсказывает, что должны в каких-то вопросах в неделющей позиции играть мужчины для общего блага. Вот здесь я абсолютно согласна о том, что когда мы говорим о воспитании, когда в семьях у нас воспитывают мамы, бабушки, тети, то есть абсолютно женское сообщество, то мальчику очень трудно вырасти полноценному мужчине, которого ждет, собственно говоря, общество. Вот тут вообще без вопросов. Но мы же сконцентрировались сегодня именно на школе. То есть говоря о мальчике в опасности, вы имеете в виду именно процесс их школьного обучения. Правильно? Мы же только об этом говорим сегодня. Потому что большую часть, правильно говорите, большую часть жизни, детской жизни, подросткового периода, да. Да, подросткового, в начальной школе и в старшем жизни, в школе, проходит в школе. И поэтому от нас, от педагогов, от педагогов вообще в целом, от работников образования зависит многое. Понятно, что фундамент закладывается в семье, понятно, что основное внимание, человеческое внимание ребенок должен получать в семье. Но раз он находится большую часть жизни в своей дневной школе, то я думаю, от педагогов школьных именно многое что зависит. У меня такое ощущение, что и в большей степени хочется что-то сказать. Скорее уточнить или так перенаправить наш разговор в русло вашей ремарки о том, где же там опасность и с чем она связана, и почему мы обозначили нашу встречу именно таким образом. И здесь нужно говорить, конечно, о том, что сегодня надо активно обсуждать вопрос о том, как же среда, окружающая среда, не только семейная, но и социум, где мальчик растет, это же не только дома, школа, школа. Социум – это его друзья, это сфера его других интересов, кроме учебной деятельности. Как там поддерживается, да, субкультура. Как там поддерживается вот этот феномен активности мужской позиции, смелости, ответственности, безбоязненно брать на себя более сложные, так скажем, аспекты жизни. Я не знаю, решать более сложные вопросы, как эта ответственность формируется, кто ее формирует этим нынешнему поколению молодых людей, в детстве это мальчиков. И ведь вы уже проговорили о том, что да, семья – это бабушка. Смотрите, так интересно, бабушка, мама, тетя, сестры, где папы, дяди, дедушки, иные другие мужчины рода, которые могли бы демонстрировать ту позицию мужскую, культурально заложенную у нас в многообразной даже конфессиональной российской среде. Но, тем не менее, при разности конфессиональности везде позиция мужчины, она одинаковая, мужчина должен быть впереди. Но на деле у нас происходит другая история. Мы женщины доминантны, да. Женщины очень активны, женщины очень самостоятельны. Мужчины чуть-чуть отошли в сторону, ну, наверное, из вежливости пропуская нас вперед. Вот, хотите, пожалуйста, двигайтесь вперед. Но женщина же, она не только еще дома впереди, она и в школе. Если посмотреть, например, на историю дошкольного детства, оно все с женским лицом. Воспитателей в детском саду мужского пола я не видела вообще никогда, даже не слышала. Ну, он есть, но редкий. Речайшие случаи, по крайней мере. Я двух психологов только у нас в республике знаю, мужчины, которые работают в детских садах. Ну, это же... Ну, катастрофически мало. Школа – это тоже история с женским лицом. Есть, конечно, отдельные учителя физики, я не знаю, ОБЖ, там, трудовой деятельности. Скультуры чаще всего на этом все заканчиваются. Да, но этого же недостаточно для того, чтобы создать кворум мужского образа, для того, чтобы мальчикам было брать с кого пример, когда особенно дома, например, история женского присутствия максимально. И здесь встает большая проблема, но, на наш взгляд, мы, когда разговаривали с Шамиль Фатовичем, обсуждали эту тематику, в чем же причина-то вот этих позиций. Здесь возникли опасности вот этой, которые мальчики находятся. Да, почему у девочек именно, почему у мальчиков? Что такого там особенного? Да, то, что у мальчиков сегодняшнего поколения исчезли образцы вот этого положительного, доминантного, не побоюсь, в здоровом плане, доминантного образа мужчины, с которого они могли бы списать свою мужскую роль по жизни, потому что с нас, доминантных женщин, мальчик списать свою социальную роль не может, потому что мы девочки, а они мальчики. И поэтому какая бы суперактивная мама ни была, и активная во всех позициях и на работе, и дома, и какой бы успешной она ни была, она не может демонстрировать своему мальчику растущему свою женскую жизненную успешность, потому что мальчику нужно формировать свою мужскую модель мужской успешности. И если я правильно поняла, все-таки существуют, видимо, какие-то особенности, я не знаю, может быть, это в психоэмоциональном развитии, в психосексуальном развитии мальчиков, что именно они в силу вот этих обстоятельств оказались под ударом, что не могут противостоять вот этому женскому напору, что ли, да? Может быть, дело в том, что у женщин там нервная система крепче, или лобильнее, или наоборот гибче. В чем тут дело? То есть физиология здесь в любом случае замешана? Если позволите, да, небольшой нюанс добавлю. Очень хорошо, что с нами сегодня Ирина Игоревна, как психолога. Я, наверное, больше раскрою эту тему со стороны педагога. Есть, конечно, психологическая сторона, Ирина Игоревна очень подробно ее раскрыла, да, ну, исходя из, ну, вернее, она раскрыла сторону опасности. В чем же опасность, да? Попытаюсь раскрыть образовательную, педагогическую сторону. Может, у нас получится как раз-таки объяснить, почему же так происходит, и дальше, может, придем к тому, что нужно делать. Да, психофизиология, да, психология, физиология, если хотите, нейропсихология, да. Существует мнение у отечественных и некоторых зарубежных ученых, что мальчики, девочки, мужчины и женщины, они вроде бы равны, они одинаково способны решать важные жизненные задачи, учебные задачи, академические, но они к этому двигаются разными стратегиями, разными путями. Если посмотреть совсем, опуститься на уровень образования, обучения, то это проявляется таким образом. Например, наглядно-образное и абстрактное мышление соотношения у мальчиков и девочек, да, отношение к стрессу, даже элементарно развлечение цветов. Ведь признано, что женщины лучше различают цветовую гамму, да, слух. Есть мнение, есть исследование, которое доказывает, что у мужчин, у мальчиков, например, слуховой порог, я сейчас могу ошибаться в терминах, да, я не физиолог, не врач, но они, по-простому говоря, они хуже слышат. И если мальчик, сидя на уроке, они, кстати, еще поздно, позже вникают в урок, суть процессов, как можно грубо сказать, врубаются, позже врубаются, прибегают с перемены, девочки уже готовы к работе, они настроены, мальчикам еще нужно 5-10 минут, чтобы настроиться. И когда учитель дает уже конкретные инструкции, так открыли учебник, записываем, или там доставим урочки, да, мальчиков еще штормит, и если, не дай бог, учитель повторяет эти инструкции друг за другом, у него вообще происходит коллапс, и он не понимает, что происходит, он еще первую информацию не обработал. Но мы вернемся к слуху, я начал о слухе говорить, и когда учитель говорит тихим спокойным человеческим голосом классу, девочки хорошо ее слышат, педагога слышат, они уже выполняют, готовы работать, мальчики ее просто не слышат, тем более они все привыкли сидеть на задних парках, они позже доходят, во-вторых, они хуже слышат. Учитель поднимает голос, какие-то движения делает, прикрикивает, ну, там, в педагогическом плане у учителей каждый свой прием, чтобы привлечь внимание, мальчики начинают реагировать, но здесь другая проблема возникает, девочки думают, а что жена кричит? Что происходит? Что происходит? Почему она повышает голос? Что за хаос вокруг, да, происходит? То есть вот такие... Неровности такие, да? Да, неровности, несоответствия, такой этот список можно продолжать. Сюда же можно отнести возраст мальчиков и девочек, биологический возраст, да, так называемый. То есть в период взросления, так получается, это видно в классе, особенно в среднем звене, девочки намного развитие, намного крупнее, намного иногда умнее. Вот это самое раннее, более раннее созревание, да? Да, да, да. Мальчики, видно, что мальчики, проще говоря, отстают на один на два года. Это, естественно, складывается. А раз у нас усредненный подход ко всему классу, фронтальное обучение, то получается, что учителю легче ориентироваться на кого? На самых успешных. Конечно. В классе кто у нас самый успешный? Самый простой вариант, конечно. В классе у нас самые успешные девочки. Поэтому автоматически мальчики попадают в разряд неудачников, каких-то нелепых существ, которые ничего не понимают, ничего не успевают. Поэтому мы не должны говорить, что мальчики глупее или они хуже соображают. А у них просто свой темп, у них свой возраст, у них свое время для этого всего. Тут ведь еще к этому что нужно добавить? Вот Ирина именно сказала, да? Превалирует кругом на всех этапах развития детей женщины. И когда учитель женщины, она тоже имеет женский тип мышления, женское устройство внутри психологическое, психофизиологическое, физиологическое. Поэтому она ведет себя как женщина естественным образом. И ей по поведению близки, естественно, кто? Естественно. Девочки. Девочки – это аккуратность, это формальное выполнение всех необходимых требований со стороны учителя. Это послушание. Да, она не понимает, что происходит с мальчиками. Как сказал один мой хороший знакомый, девочкам нужно, чтобы было красиво. А женщины – это девочки, да ведь? Поэтому здесь возникает другой вопрос. Мальчики, они мыслят рационально, конструктивно. Им нужен результат, им нужен процесс. Им некогда. Ладно, хоть сейчас тетрадки у нас с полями уже готовые выпускаются. Да, мы помним наше детство четыре клеточки. Не три. У нас пять было. Да, ну пускай не три, не шесть, а именно пять или четыре. Мальчику непонятно это зачем, почему. Почему три клеточки от последней строчки, и дальше пишем фразу «домашнее задание» и так далее. Мальчику эти вещи непонятны, потому что смысла для него в этих формальностях он не видит. Или, например, другая ситуация, когда мальчик решает задачу нестандартным творческим способом и получает двойку. Эта задача решена, цель достигнута. Это реально пример в семье моих знакомых. Замечательным образом, олимпиадным способом, как мы говорим, да, решена задачка по математике. Садись два. Почему? Я такому способу вас решать не учила. Я не говорю, что это типично женский пример, да, но вот это формальное исследование правилам, стандартам, оно в большей степени присуще учителям, женщинам. Бывают, конечно, разные, бывают замечательные учителя, женщины, которые творчески подходят к делу, которые готовят замечательных олимпиадников, замечательных людей. Но в основном в массовой школе, массовому учителю, в массовых классах, конечно же, учителю при такой нагрузке удобно работать с удобной аудиторией. И неудобная аудитория, получается, что выбивается из ее идеала совершенно ученика. Получается, что те мальчики, которых в начальном классе клюют и родители, и учителя... Мы пытаемся загнать в рамки, но у нас не получается. Как прокрустого ложа такое, пытаемся, да, мальчиков, и обрубаем им руки, ноги, все, что вылезает из этого ложа. Такая так себе картинка-то получается. Да, насчет рук и ног тоже могу давать, если позволите. Да, конечно. То есть, хочу сказать, что пространство для развития мальчикам нужно больше. У них развитие происходит в движении, в действии. Если посадить мальчика и девочку за одну парту, страдать будет девочка от лишних движений каких-то, от шума, от шебуршания, от какого-то дрыгания ногами, от постоянного делания чего-то, жевания карандаша и так далее, от приставания к девочке, от косичек и так далее. Некоторым девочкам это нравится, конечно. Мы знаем такие истории, когда они потом тепло об этом вспоминают, но это же, наверное, что-то не то происходит. И когда мальчику 45 минут нужно сидеть в классе вот так вот, но это для мужского развития, это просто беда. Ирина Игоревна, правильно я вот в этой ситуации понимаю, что когда у нас, простите, ради бога, в начале перестройки, там где 90-х годах, я точно помню, на Дубравной была гимназия, в которой появилось раздельное обучение, это было правильным шагом. То есть мы вот, исходя из того, что вы говорите, у меня только один вывод напрашивается, что нам надо возвращаться к раздельному воспитанию, и чтобы в раздельных школах мальчикам преподавали все-таки, ну, большинство предметов мужчинам. Это так? Мы должны к этому? Разговор к этому идет? Ну, раздельное обучение, на мой взгляд, это не совсем адаптивная история и для мальчиках, и для девочек, потому что наступит когда-то момент, когда они из изолированных своих школ, они выйдут в социум, и им нужно будет учиться друг с другом жить, а у нее уже будет в определенном возрасте, и времени на это не будет. Но вот фраза «большинство мужчин»… Это нравится, да? Вот эта фраза больше нравится, потому что, вы знаете, это ведь вещь, большинство мужчин в школе, она ведь положительна не только для самих мальчиков, но и для девочек, потому что, Шамиль Фатович правильно сказал, мужчина и его мозг устроены более рационально и более логично, чем наше бесконечное эмоциональное женское… Полет в пространстве, перемена настроений. То есть мы же… Это все прекрасно. Природа так и создала двух созданий с тем, чтобы уравновешивать вот понятие «человек», объединив их по принципу дополняемости друг друга. А мы сейчас видим как раз-таки преобладание одного вида над другим видом, и поэтому у нас вот этот перекос, он в биологии, наверное, тоже известен. Естественный отбор, то есть выживает сильнейшее, и получается, что при активности и доминантности женского начала у нас вопрос, а где место тогда для мальчиков и для мужчин, которые уступили дорогу? Хорошо, пожалуйста, самореализуйтесь, проявляйте там свои профессиональные качества, больше зарабатывайте денег, и дома тоже трудитесь, потому что домашние обязанности никто не отменял, и детьми занимайтесь, пожалуйста. Тогда где зона развития для мужчин? Зона развития в школе для мальчиков нужна, но она по жизни нужна и для мужчин, потому что мужчина должен видеть шире свой круг, хотя бы в понятии, что такое отцовская роль, и вот этот вот феномен родительства и идентичность отец. Можно предположить, что да, семья могла иметь развод, но многие мужчины все-таки сохраняют историю вот этой родительской роли отеца, они активно участвуют в жизни своих детей, девочек и мальчиков. Он им очень нужен со своим спокойствием, рациональностью, хорошо разрешает и вывозится в грязи, там и по лужам находиться. Это же самое вот, это счастье, когда нет вот этих вот ограничений, как правильно нужно. Но большинство, к сожалению, случается так, что мужчины, уходя из семьи, оставляют этих детей с детьми, да, и поэтому здесь вот эта вот недостаточность, она все время повторяется и повторяется в жизни мальчиков, она и в жизни девочек повторяется, потому что, например, образец мужчины для девочки, это тоже умение соблюдать свои границы, чего ты можешь как девочка, а чего как девочка тебе, ну, не, оно тебе не нужно по жизни, хотя бы потому, что ты физиологически, эти нагрузки физические, которые ты собираешься на себя брать, они тебе не нужны, ты не будешь с этим справляться. Да, вот то, о чем вы как раз говорите, вот такая гендерная спутанность сейчас, которая, ну, прям очень ярко выражена в обществе, я, честно говоря, когда вы первый раз сказали про название «Мальчики в опасности», я вот как раз вот этот вот аспект подумала, потому что гендерно мальчики, с учетом того, какой из масс-медиа идет поток, непонятно чего, они вот прямо катастрофически быстро теряют вот облик того классического мужчины, которым он должен быть, и что с этим делать, вот мне, например, пока непонятно. Ну, вот то, что вы обратили внимание на школу, у меня вот сейчас тоже в каком-то смысле слова глаза открылись, и мне вообще некомфортно от того, что я понимаю. Вообще, думаю, ну вот, еще и здесь, ну, их тут из медиа бьют, можно сказать, по ценностям вот важным. Тут еще и школа добивает, и как, а еще если дома у тебя нет модели мужчины, да, как таково вот, и что, куда бедному мальчишке деваться, вообще непонятно абсолютно. Да, Наталья, я хотел еще вернуться к вашему вопросу о разделе обучения. Очень интересный вопрос, очень интересная отдельная история, которую может, наверное, стоит посвятить отдельную передачу. Дело в чем, что у нас в Республике Татарстан, и в России есть такие примеры, я тем вопросом немного занимаюсь. То есть сейчас в Республике Татарстан у нас примерно 9 или 10 школ с раздельным обучением, и большинство из них, это, естественно, мало, да, в общей массе школ, но они существуют не первый год, я тоже за ними наблюдаю, и, знаете, неплохо получается. Есть школы для девочек, есть школы для мальчиков, для мальчиков пока их больше. Знаете, насчет вопрос касательно решения проблем мальчиков с раздельным обучением. Да, эти школы успешны, они занимают первые строчки в рейтингах не только Республики Татарстан и в России по олимпиадному движению и по результатам ЕГЭ, но не все так однозначно. Раздельное обучение, я не буду говорить, что раздельное обучение это панацея для решения всех проблем мальчиков, но следует признать, что результаты у этих школ неплохие, не только в академическом смысле, но, например, руководство одной из таких школ попыталось выяснить, каким образом именно факт раздельного обучения влияет на дальнейшую семейную жизнь этих мальчиков. И выяснилось, что количество разводов в семьях, которые создают эти мальчики, намного меньше общероссийского республиканского показателя. Получается, что, как можно предположить, может быть, получая такой пример мужского воспитания, возмужания, получая условия для возмужания в такой атмосфере, в такой среде, может быть, они намного лучше относятся, начинают относиться к противоположному полу, потому что у них нету комплекса неполноценности, которые могут получить мальчики в обычных смешанных классах. Потому что, о чем я говорю, да? Потому что, например, когда ты видишь... Ускаженное восприятие женщины формируется. искаженное восприятие образа женщины, когда рядом с тобой постоянно успешная, более взрослая, более умная, более хорошо реагирующая, лучше реагирующая на команду учителя успешная женщина, и человеку потом, мужчине, сложно себя перебороть, может быть, каких-то вопросов. И наоборот же происходит, когда девочка, учаясь всю жизнь, 11 классов, в классе, в школе, где рядом за партой несмышленый, вечно путающий все и вся, такой нерадивый сосед, может, у нее получается неправильное, искаженное представление о мужчинах, может быть, такой нюанс. Это, я думаю, для психологов, для педагогов, еще хорошее поле для исследований. У меня в практике был опыт работы в школе, где обучались только девочки. Я работала там педагогом, у меня были, правда, начальные классы, и я наблюдала очень хороший опыт воспитания в сугубо мужской школе, Суворовское училище, где мальчики отдельно живут, и они в закрытом пространстве, в смысле, они не ходят каждый день домой. И вот для мальчиков однозначно, вот на мой взгляд, вот на мой женский взгляд, это однозначно во многом положительная история формирования, потому что, во-первых, там есть и мужчина, и женщина, воспитатели, допустим, педагоги, где мальчики видят, что такое образ мужчины, как мужчина строит отношения, отношения к женщине, мужчины это демонстрируют, и они усваивают эти нормы. И с девочками, да, оно все, конечно, с девочками чуть-чуть сложнее, вот в этой однородной половой среде, девочкам чуть-чуть сложнее, потому что мальчики все-таки, они какие-то как громоотводы, если они находятся рядом с девочками, на ком-то эмоции свои можно, конечно, отыграть, а тут девочки их отыгрывают сами на себе, это повышает эту историю эмоциональных напряжений, да, и может быть, даже где-то эмоциональных агрессий именно в женской среде, то есть для девочек я не скажу, что вот эта однородная среда, она однозначно хорошо для мальчиков, да, но потому что если девочка имеет возможности формировать противодействие влиянию внешнему, то для мальчика нужно создать условия, чтобы он научился противодействовать этому влиянию и сформировать, то есть ему надо окрепнуть для того, чтобы это противодействие выдерживать. то есть получается, как будто речь идет о том, что должны существовать обе формы обучения и, наверное, родители, может быть, исходя из своих каких-то предпочтений или рекомендаций, например, психолога, который видит, какой ребенок, да, как он усваивает, вот, как у него формируются навыки социальные, как он общается, да, порекомендовать туда и сюда, но у меня вопрос тогда вообще следующий очень такой банальный, напрямой, а где нам брать мужчин-учителей? Ну, вот что нужно сделать, чтобы мужчины пошли в учителя. Уменьшить количество женщин в школах, замкнутый круг, они туда не придут, пока там такое количество женщин. Один фильм «Большая перемена», он, конечно, классик советского кино, но он же правда, ну, это же действительно так. Я училась, у нас только был по начальной военной подготовке был мужчина и по физкультуре, причем, один, там, три женщины было, один мужчина. Все, все остальные были женщины. Ну, это же вообще тихий ужас. Я думаю, решить в скором времени эту проблему не в наших силах. Единственное, что можно предложить, это какие-то особые стратегии для администрации школ, для родителей, для педагогов. Такие стратегии, которые помогли бы мальчикам и не только мальчикам получить именно ту среду, в которой им эффективнее всего, комфортнее всего развиваться как личности, учитывая их физиологические, психологические, психофизиологические особенности. А у вас есть предложения какие-то по этим стратегиям? Как это должно? Что можно поменять, кроме того, что мы об этом поговорили? Может быть, я не знаю, исследования какие-то, они же где-то публикуются. До минобра можно как-то это, наверное, донести, не знаю, что-то, или это вообще беспросветно? Нет, все это лежит на уровне и в силах учителей. Если говорить про учителей, то можно предложить учителям, говоря вот про эти стратегии по отношению к мальчикам, например, ну, например, вот некоторые из них, да, если, допустим, ведя урок или какую-то активность с детьми, вы хотите привлечь мальчиков или переключить их внимание, нужно не голосом это делать, а какими-то движениями, да, например, ходить по классу, не знаю, какие-то делать движения руками, в принципе, это все просто, да, то есть учитывать тип мышления мальчиков и слегка поменять методику преподавания. даже не то, что методику, слегка поменять свой стиль поведения, иногда может быть методику, или, например, другой случай или другая рекомендация, дать больше места для развития, больше пространства для развития мальчикам, мальчикам, не ограничивать их в движении. Мы привыкли, что у нас классная урочная система, 45 минут, 40 или 45 минут, дети должны сидеть строго вот так. Может быть, поменять концепцию, подход к этому, может быть, предоставить возможность переключиться на проектную деятельность мальчикам, и вообще не только мальчикам, детям вообще в целом, это никому не помешает, ни мальчикам, ни девочкам. То есть, просто проектная деятельность, обучение в действии, оно больше подойдет к мальчикам, хотя, безусловно, девочки это тоже заслуживает. Потом еще, что можно предложить учителям, классным руководителям, педагогам школьным вообще, которые занимаются воспитанием, у них классные работают, развивать эмоциональный интеллект мальчиков, развивать их Ох, как это важно. Чувства. Почему? Как это важно. Например, если вы в девятом классе спросите девятиклассников про чувство главного героя в произведении, вам девочка, девятиклассница все распишет, чувство героини, чувство героя, все это расскажет, разложит по полочкам, она сама это прочувствовала, у нее это хорошо развито, как будто она там сама находилась. Мальчик вообще не поймет вопроса, о чем речь. Вот про проектную деятельность мне очень понравилось. То есть получается, если программа будет предусматривать максимальное не предоставление детям готовых каких-то результатов, а расширение поля для того, чтобы твои проекты были и ты же сам их решал, то это вот один из... Но это же вообще-то реально сделать. Даже в рамках какой-то школы, даже в рамках какого-то эксперимента. Вот меня, например, извините, что я сейчас так много внимания, может быть, на себя привлекаю. У меня один раз в гостях была директор школы. Вы сейчас расскажите, я думаю, вот прям хоть иди к директору и говори, давайте сделаем эксперимент вот в вашей школе. Они такие вот живые, у них с родителями вот такой контакт, с детьми вот такой контакт. Ну почему нет? Почему нет? И с эмоциональным интеллектом, это же... Ирина Геннадь скажет про эмоциональный интеллект. Ну, я бы даже скорее не... Эмоциональный интеллект это, конечно, вы знаете, прерогатива женская, правда. И как бы мы не обучали мальчиков чувства в нее, он будет ровно чувствовать столько, как это положено делать мужчине по его природе. Он будет чувствовать. Конечно, каждая женщина хочет иметь с собой понимающего, чувствующего мужчину. Но на вопрос «Скажи, как ты меня любишь?» мужчина всегда отвечает «Ты же видишь это по моим поступкам». А женщина говорит «Нет, ты скажи словами». И поэтому здесь я бы сказала и говорила бы скорее всего об изменении вообще вот мировоззрения взрослых людей, которые занимаются воспитанием, то есть это и родители, и педагогическая среда, мировоззрение и точки зрения на позиции, что такое сегодня современный мужчина и что такое современная женщина. Исходя из этих образов, не искажая их в одну из сторон, сформировать четкое представление о том, как нужно выстроить историю социализирования этих детей. У девочки своя программа, у мальчика своя программа, чтобы наше женское мировоззрение не препятствовало ни в семье, ни в школе вот этим границам социализирования мальчиков. Ведь когда мальчики, например, подрались в школе, женщина, педагог, она всегда начинает говорить о том, что, а что, нельзя было словами решить вопрос? А почему вы довели до конфликта? Убегай, если видишь, что их больше или они сильнее. Там много разных вещей. На самом деле, для мальчика, подраться, это отстоять свои границы и четко свои позиции выстроить. Своим мужским способом. Но женщина будет формировать в мальчиках женские формы поведения. Убегай, избегай, не спорь о какой мужественности. Я не призываю к тому, что надо говорить, деритесь ради бога. Это женская функция. Поэтому воспитание нормативно, если женщина активно участвует в жизни мальчика где-то до 7-8 лет. Она его научит чувствовать, она его научит любить своей любовью. Она сформирует у него отношение к женщине. Все, а после 7-8 лет мальчика надо отдать в мужские руки. Надо жизнь узнавать по-взрослому, по-мальчишечке. Крутить гайки, строгать деревяшки, забивать гвозди, решать проблемы, помогать, поддерживать женщину, понести ей портфель. Это же вообще давно забытая история. Открытие дверь, пропустите ее вперед. И в этой связи очень помогли бы для этого мужские примеры для подражания. Если мы не можем в школу привлечь большое количество мужчин сейчас, достаточное количество, чтобы они были референтным примером для подражания, если у нас определенные проблемы есть в семьях с отсутствием пап, в некоторых семьях, может быть, поискать какие-то способы через институт наставничества мужского. Элементарно тренер по футболу, тренер по карате, вертикальное наставничество. Вспомните, например, тот же самый о того же Гарри Поттера. у них интересная система факультетов, где в одной факультете классы разного уровня и старшие являются наставниками для младших. Я это видел в некоторых школах Испании, были попытки у нас в стране так поставить воспитательный процесс. Это очень сильно, во-первых, работает на сплачивании, это хорошо работает в плане наставничества, именно мужского наставничества. Вожатые в советское время были. Вожатые, да. И я бы добавила не только тренер по спорту, я бы добавила учитель живописи успешный в своей деятельности, учитель музыки успешный. То есть, надо мальчику показать, что мужчина, и для него самое главное быть успешным в деятельности. Ты эту деятельность освой, отлично ее будешь выполнять, и у тебя будет зона собственного комфорта, возможности зарабатывать деньги, это тоже очень важно содержать в семью. И ты будешь сама реализовываться в этом, это тоже очень важно, не только же для девочек, но и для мальчиков. Поэтому, конечно, здесь очень интересны были бы именно вот такие формы изменения отношения обществу к среде, благоприятной для формирования именно мужчины. здесь есть один аспект, да, школа может изменения все вот эти привнести. Например, экспериментальная школа, которая все эти изменения привнесла, ввела институт наставничества или вожатства, но при этом ребенок испытывает противодействие всему этому, в семье, например. И мы здесь опять упираемся в то, что одновременно с детьми мы должны воспитывать еще и родителей. Ну, извините за такое вот. Но обозначить мужскую позицию по отношению семьи этого мужчины к социуму 1 сентября столько отцов с букетами со своими детьми мы не видим никогда больше. В 11 классе, когда ребенок получает эти статы, приходят отцы, которые демонстрируют историю, это мой ребенок, он закончит школу, он получает эти статы. Это достижение семьи, потому что у мужчин эта задача не каждый день ходить на родительские собрания, или не каждый месяц, когда. А вот в промежутках между этими мероприятиями все время присутствует в жизни этого ребенка, в жизни этой женщины, которая четко понимает, что есть часть обязанностей, которые она может разделить со своим мужем, и он их выполнит. Когда она ищет понимание, и это понимание она находит. Когда мужчина понимает, чего от него хотят, и ему проговаривается это все на уровне невитееватых, там многосложных конструкций и намеков, а четких мыслей о том, как бы хотелось бы, чтобы это было. Чтобы вот эта вот история случалась в семьях. А мужчина осуществляет свою в общем-то в целом социальную роль, то есть он зарабатывает деньги, он отец, он выполняет функцию взаимодействия социума и его семьи, такое звено между, но внутри вот этой вот семейной системы, конечно, школа может многое делать, но есть еще семья, где мы социализируемся, в школу мы уже приходим со сложившей, к семи годам у нас уже сложившаяся модель социализации, усвоенных ролей, что такое мальчик, что такое девочка, что такое отношение между сиблингами и так далее. Школа лишь дальше расширяет эти роли социальные за счет взаимодействия с другими детьми, тебе не братья и сестры, и с другими взрослыми, это не твои родственники. Вот в безопасных условиях школы, конечно, это мировоззрение, это общественное сознание, повлиять, конечно, на это очень быстро и очень массово не удастся, но тенденция к этому сейчас есть, у нас папы стали активнее ходить на собрания родительские, стали участвовать больше в каких-то мероприятиях, организованные школы именно для отцов, то есть, движение вперед, да, движение есть, да, где папа может, знаете, в чем это связано? Если у женщины роль материнская, она генетически заданная, то есть у нас мы маленькие девочки, но когда мы говорим покажи, как качать куколку, у нас ручки у всех уже стоят как положено в позе, а вот для мальчика роль отец, она социально приобретаема, то есть она, она должна быть им выучена, то есть демонстрирована обществом, да, и все-таки вот эти неподдающиеся, в итоге-то они же ведь поддались, они же ведь переисправились, ведь у них же уже понимание там наступило, и здесь точно так же, и поэтому, конечно, учить быть хорошими отцами, надежными мужьями, это тоже роль семьи, да, это демонстрация именно отношения мужчины к женщине, даже если его нет в семье, это не говорит о том, что вот я и мужчина, и женщина, я мужчина, тире женщина, берись меня пример, вот такая я успешная, мужественная, решительная, я все горы сверну, и у тебя все в жизни получится. Ваше вот сейчас выступление, в общем-то, резюмировало то, о чем мы сегодня говорили, я думаю, что если Шамиль Фадж что-то захочет добавить по этой теме, самый главный лозунг, наверное, который я могу добавить, помогай мальчикам, спасай мальчиков, выводя из этой ситуации, мы спасаем, помогаем девочкам, и спасаем свое будущее, я бы даже сказала, это как-то вот, уж очень глобально такая проблема. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорили о такой, очень трепетной, я бы сказала, и важной теме, как мальчики, которые у нас в опасности, не только вот, в тех сферах, в которых мы придумали, думать, но еще и в школе, и совершенно четко есть понимание, что есть изменения, и есть пути, как это можно избавить, и наши гости нам об этом замечательно рассказали, а я вам напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Ирина Игоревна Ружпаева, зав. кафедрой педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, и Шамиль Фатович Шаймарданов, заместитель директора института психологии и образования Казанского федерального университета. Я очень благодарна вам за то, что вы пришли, и я надеюсь, мы встретимся еще с вами здесь же, под парашютом. Пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.